Если скрестить воздушного змея, сноуборд и море, приправить это все хорошим ветром, получится кайтсерфинг – новый вид активного отдыха. Парусный спорт позволяет разгоняться под сотню километров и просто летать над водой. Одной рукой контролировать ветер, а стоя на доске выигрывать схватку с волной. Главное – не захлебнуться от эмоций. Кайтсерфинг – это яркие эмоции, это ощущение полета и драйва. Главное правило кайтсерфинга – это крепкий ветер, теплое море и палящее солнце. Этим требованиям отвечает Западный Крым. Здесь дует 250 дней в году, а благодаря уникальному климату катать можно круглый год. Что при себе нужно иметь, чтобы хорошо катать? Хорошую доску, хорошее настроение и хороший ветер. Чтобы пронестись по волне, нужно пройти всего 10 часов обучения. Все остальное время – отработка навыков. Начинать можно в любом возрасте. Радомир свою морскую прогулку начал в 11 и в прямом смысле слова подсел на волну. Какие ощущения? Ощущения полета. То есть начинаешь заниматься кайтом, уже ничего больше не нужно. То есть все прошуты, все аквапарки, горки вот эти, они становятся таким. В новичках кайтеры долго не задерживаются. Спустя время начинают фристайлить и всячески проверять нервы на прочность. Но все не так просто. Прежде чем встать на воду, нужно подготовить снаряжение. Представьте только длина строп – 24 метра. На восток пойдешь, 24 метра строп отмотаешь, на воздушном крыле полетаешь. А еще воздушное крыло накачаешь, гидрокостюм, трапецию, шлем наденешь и только потом в море. Теперь главное – научиться слушать и чувствовать ветер. Даже на первом занятии по кайтсерфингу можно приручить ветер. Крыло натянуто. Ну что, можно плыть? Освоить элемент кайтсерфинга – бодидрак, а проще говоря, плыть, уцепившись за ветер, оказалось совсем несложно. Встать на доску и взять в узду ветер может каждый. Кайтсерферы шутят. Осторожно, этот вид спорта вызывает привыкание. Арзи Хасьянова, Леша Ралимов, Телеканал Миллет.